Книга «Открытым оком». 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2833. Почему нельзя было иметь свои карманные деньги в монастыре, если они честно были добыты трудом своим? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Потому и ратуют за неженатые священства католики, а православные за неженатый епископат. Чтобы монастыри богатели, и никому не отходило их богатство. Вот как в «Отечнике» Бринчанинова это описано. Страница 429-я, повесть 43-я. Кавычки открываются. Некоторый монах в Нитрии, более бережливый, нежели скупой, забыв, что за 30 серебряников предан был Господь наш Иисус Христос, накопил 100 златниц, занимаясь тканьем полотна. Монах умер, златницы остались. Монахи собрались для совещания, что делать с деньгами. Там жило около 5000 монахов, каждый в отдельной келлии. Одни присуждали раздать деньги нищим, другие отдать в церковь, некоторые передать родственникам. Но Макарий, Памва, Исидор и другие святые старцы, по действию обитавшего в них Святого Духа, определили похоронить деньги вместе с Господином их, и при этом сказать почившему «Серебро твое, да будет с тобою в погибель!» Кавычки закрыты. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Сирахов, 13 глава, 30 стих. Хорошо богатство, в котором нет греха, и зла бедность в устах нечестивого. Умножилось богатство, как река, весною при обильном половодье. Не надо даже умно предрекать, куда оно любителей заводит. Почти всегда, не только в большинстве, меняет статус живота и ниже. К пупку такому подойти не сметь, а он характером давно подобен жиже. Такая пульпа хлюпает в душонке, таких миазмов напустил устами, Что только взахаешь, взглянувши на пижона, с ним расфуфыленным ближайшие устали. Роятся блудницы, накрашенная шваль, с квадратной головой балбеса в пропасть, И ангелу-хранителю такую прорву жаль, где круглосуточное чавканье не прекращают лопать. А если бы возвыситься в свободе, дарованной великим Иеговой, То оказался бы для скольких сирот годен, как кандидат-утешитель к спасению годный. Богатство хорошо у Авраама, и Иову оно не помешало. Не только спонсором быть при постройке храмов, на адвокатов тратиться, когда хвосты прижали. Увидеть немощных, увечных и голодных, награбленное сплавить не скупясь. Быть может, через час на месте лобном твоя душа оставит злата грязь. Взор помутневший прошлое охватит, и ничего не нужно, все явно не твое. С прожженной совестью чугун в руках ухвата, где сухостью маячит водоем. Единой капли милости возжаждем, жар прихоти и похоти безмерный утолить. То после смерти испытает каждый. Готова эпитафия для намогильных плит. 18 октября 2005 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok